Страна огромная. Границы России нигде не заканчиваются. Бабы нарожают. В первую очередь, в общем, должны хотеть сражаться. Спустя 9 месяцев войны и свыше 85 тысяч двухсотых, потребность в пушечном мясе только растет, даже если это на будущее прозапас. Я, может, это плохо понимаю? Тогда скажите, где армия? Вот просто ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос. Но опираясь на, если можно это так назвать, логику самих кремлевских чиновников, никто никого рожать не будет. Я думаю, что это неразумное действие. Знакомьтесь, это Михаил Мурашко, 55 лет, министр здравоохранения России. Он не просто чиновник высшего ранга, а целый дипломированный врач-гинеколог. Самое удивительное, что ведь на те препараты существует срок годности. Но, видимо, почти за три года на посту главы Минздрава Мурашко забыл, чему его учили в медуниверситете. И теперь он на вопросы о проблеме бесплодия отвечает, что решение есть. Главное – просто захотеть. Сейчас вот это общее безумие, охватившее всех чиновников, ну или, по крайней мере, попытка закосить под сумасшедших, потому что, ну, врач не может говорить такое. Ну ладно, стой квалификация. И в России главное же, чтобы министр был послушным. У нас, видимо, сформировалось это или это осталось из 90-х, что вот свобода нравов каких-то и свобода личного мнения, она продолжает жить и сегодня. Наверное, надо немножко менять именно в отношении безопасности точно. Назначение Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения Российской Федерации совпало с началом эпидемии коронавируса. Но чиновник-то он опытный, структуры здравоохранения возглавлял почти 15 лет, в том числе и Росздравнадзор, который осуществляет контроль качества медицины. Мы все это умеем. Поэтому не испугался и сразу взялся за хорошо известную вакцину. Она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. И, конечно же, распил денег. Не было изготовления с нуля, поэтому так быстро и получилось. Соответственно, это была такая большая государственная прачечная. Кстати, с вакциной поработали на солидный результат. Множество вариаций и модификаций, как заявили в Минздраве, с 90% эффективностью. И нюхнуть, как говорится, и уколоться. Рекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола. А на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем, он же сам, кстати говоря, он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры. А именно вот этот порошок назальной формы. Правда, вот даже 8 уколов российской чудо-вакцины не спасли Жириновского от смерти в результате коронавируса. Наша вакцина уже в мире. Видимо, оттуда и пошла тенденция на количество в ущерб качества, как и сейчас происходит в российской армии. Кстати, про армию, или точнее, про войну. На фоне выделения миллионов долларов на путинскую войну, на медицине в следующем году будут экономить. Изменение макроэкономической ситуации не привело к пересмотру основополагающих принципов формирования федерального бюджета по разделу здравоохранения и бюджета федерального фонда ОМС. Доля расходов на здравоохранение в структуре ВВП продолжит снижение. Но вернемся к сегодняшним реалиям. Состояние больниц, ну кроме тех, которые являются некой визитной карточкой Министерства и, собственно, России, и там какой-нибудь ЦКБ или других известных клиник. Состояние больниц в России ужасающее. Действительно, с голубых экранов простому народу показывают чистые и опрятные больницы. Куда же еще может прийти Путин и проведать подставных раненых бойцов? Хотите слушать? Конечно. И рассказывают, что с медициной. За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всем мире. И доверяют. Сейчас на G20, выступая министра здравоохранения, говорили, спутник лучший препарат для профилактики. Что с научными прорывами? Кстати, обращу ваше внимание, что буквально вчера была еще одна связанная с медициной тема. Министерство обороны Российской Федерации отрапортовало, что медики в институте Бурденко смогут создавать там практически... Ну, в их формулировке вообще какая-то совершенно дикая была формулировка. Что могут чуть ли не создавать полностью покалеченные... Воссоздавать полностью покалеченные конечности от минно-взрывных травм. У них получалось, что буквально они могут отращивать новые руки и ноги. Понятное дело, что это тоже бред, но вот такой бред в духе Коношенко. Что с уровнем жизни в стране все хорошо. В Российской Федерации достаточное количество и собственных производств изготавливаем, и медицинские изделия есть. Но, как вы понимаете, реальность немного другая. Есть какие-то дополнительные технологии, которые позволят нам как-то уйти в плюс по рождаемости в регионе. Еще начиная с ковида смертность в России превышает рождаемость. То есть наблюдаем отрицательную демографию. Поэтому, конечно, министр Мурашко непростое время выпало на долю. Но, что называется, сам согласился. А вот если говорить о врачах, то хорошо себя в России матушки чувствуют разве что медработники, которые лечат кремлевскую свиту. Ну и, конечно же, Мария Воронцова, врач-эндокринолог и по совместительству старшая дочь Владимира Путина. Это не вопрос желания и вопрос, насколько мне хватит силы и времени. Это однозначная необходимость. Для своего первенца папа-президент отгрохал целую клинику недалеко от Санкт-Петербурга. Естественно, научные потуги дочери Путин фирансирует из госбюджета. Но это не только от родительской любви, но и для себя и своей ГОП-компании. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, на которые были направлены миллиарды долларов от Кремля для генетических исследований. Их лично курирует Путин. Правда, удалось ли открыть элитный центр без импортной медтехники, неизвестно. Но простым смертным все равно бы не сказали. Все чиновники, которые сегодня занимают высокие посты в Российской Федерации, они не могут на обстоятельства ссылаться. Потому что им предложили эту должность, они согласились ее занять. Поэтому они отвечают за свою сферу деятельности. А сфера деятельности, которая называется медицина, находится в России достаточно в плачевном состоянии. В общем, какое министерство, такое и здравоохранение.